Чтобы передать жужжание, подносим микрофон вплотную. Пчел стало меньше, говорит Федор Безгин. В это время должна быть пасека гудеть уже. Медосбор начинается. А ее нету, работает. Запах совсем другой. Какой-то запах неприятный от меда и даже сули. На сегодняшний момент должна висеть вот такая борода из пчел. То есть пчелка за пчелку зацепляется и сидят друг на дружке. Потому что им в улье места мало должно быть. Из-за меда, из-за большой пчелы. Потому что они носят. А сейчас ее нету. В маленьком Сохарево пчеловодит каждый второй. У Безгина 60 пчелосемей, у Фирсовой больше сотни. Было. К июлю потери уже на тысячи особей. Это снимки с соседнего села. За ночью вымер весь улей. А здесь даже трупов пчел нет. Люди винят фермеров. Говорят, они травят в полях вредителей и отравляют нектар. Никто же ведь не верит. Говорят, что надо пчел дать на анализ. А где ты ее возьмешь? Если она отравили, она там и осталась. Приезжаешь с ними разговаривать, например, хотя бы, чтобы объяснили, где они будут садить. Они с тобой разговаривать даже не хотят. Летные пчелу наращивают, а потом, когда опыляют этот рапс, она гибнет. Смерть, по мнению пчеловодов, несет именно рапс. Его обработку люди видят днем. Хотя, по правилам, она должна быть ночью, когда насекомые в улье. Пчелы ведутся на рапс. Он более похож, чем безопасная гречиха. К тому же, сеют его вплотную к селу. Заканчивается поле здесь и начинается уже пчелы. Все видно прекрасно. Вот там ваши ульи достают? Да, это мои ульи. Пчеловоды подсчитывают. Летных пчел может не стать совсем. И тогда убыток только с одной семьи до 80 килограммов товарного меда. Фермеры свою причастность к геноциду пчел отрицают. Это началось после того, как мы начали возделывать рапс. Рапс – это такая культура, на которой очень много работает вредителей. Вплоть до того, что за одну ночь мы можем потерять тысячами гектар этот рапс. А чем травить? И как называется это вещество? Мы – гербициды, фунгициды. Уже известно о падеже пчел в Советском и Красногорском районах. Председатель Союза пчеловодов Края Сергей Тастан уверен, что происходит это именно из-за обработки полей. И опасен этот яд и для людей тоже. Растеневоды применили вот эти яды, химикаты первого класса. В других странах мира, где применялись десятилетиями, там болезни все – альгенцера, паркинсона, аутизм у детей. Пчеловоды-косихи собирают необходимый для экспертизы материал, чтобы поднять проблемы на уровне района. И допускают, что урожай меда придется уничтожить. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком.